Музыка Свободны же бабочки! И люди не могут отказать Гаральду Скинполу в праве, который они признают за бабочками! Знаешь, я иногда чувствую себя бабочкой! Я лечу, лечу! Здравствуйте! Это передача «Культурная среда». И сегодня с нами в гостях режиссер спектакля «Эти свободные бабочки» Андрей Штейнер. Здравствуйте, Андрей Иванович! Здравствуйте! Вы прилетели в Магадан. Вы первый раз прилетели, первый раз приехали ставить спектакль? Вообще первый! Вообще так далеко никогда не забирался! Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, какие трудности возникали при постановке этого спектакля? Парил, будем говорить. Вообще не было. Ребята шли на контакт, хорошо, легко работалось. Пытались услышать, понять. Тему почувствовать. Вокруг все было просто складывалось великолепно. Здесь вообще коллектив, мне кажется, очень хороший, теплый. Приятно. Как мама говорит, приятно удивлен. Скарсдейл? Это где? Ты не знаешь, где Скарсдейл? Я вообще мало тут что знаю. Я же из Лос-Анджелеса, Голливуд. Ну, это совсем рядом с Нью-Йорком. Миль 20. Вы говорили, что вы еще этот спектакль ставили в Улан-Удэ и еще, да, где-то? В Кемерово. И в Кемерово. Ну, вот скажите, пожалуйста, чем отличается постановка от тогда спектакля, да, от сегодняшнего? Есть какие-то изменения в ваше видение как режиссера? Видение, наверное, не изменилось. Здесь меняются артисты, и вот, как бы, каждый артист, он же по-своему дышит, по-своему несет тему, и, наверное, этим он и может только отличаться, потому что то, что я, например, хотел от этого спектакля, я получал и в Улан-Удэ, и в Кемерово, а здесь тоже получил, и, наверное, вот, как бы, общая концепция, она не сильно отличается, даже и время, наверное, не сможет, да и не смогло помешать, потому что первый спектакль у меня лет 20 назад этот был «Бабочки». Скорее всего, вот есть такие пьесы, которые, вот как классики, их в любое время ставь, ну, акценты чуть-чуть по-другому, ну, 20 лет, наверное, для драматургии, для литературы – это не время, небольшой срок, хотя очень много, как бы, произошло событий всевозможных, но человек, по большому счету, сильно не меняется. А вы вообще почему решили стать режиссером? Я знаю, что вы учились в Щукинском училище, правильно? А почему вообще выбрали такую профессию режиссера? Я и не выбирал, это она меня выбрала. Совершенно. Я, как нормальный рядовой член советского общества, закончил школу, фазанку и пошел на завод. Я пять лет на заводе отработал. А потом мне судьба говорит, слушай, это не твое, точно не твое. Вот, и меня вынесло. Пошел в институт, сразу же поступил, ну, и захватило, и я понял, что это вот то, что я, наверное, хочу. Хотя, наверное, творчество, оно связано, как бы, с любым человеком, с каждым человеком, потому что Господь Бог нас создал по образу и подобию своему, ну, а главное, что божественное, это творчество, творец, творить. И раз он нас по своему подобию создал, значит, у нас главная функция все-таки, наверное, творцы мы. Мне повезло то, что у меня есть возможность просто это сделать в театре, творить. Я могу выразиться через артистов, через театр. И вот в этом, да, я счастливый человек. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, вам как режиссеру преимущественно больше нравится ставить комедии или драмы все-таки? Я на это не обращаю внимания. Если я чувствую в пьесе тему, созвучную себе, времени, мне не важно, трагедия это комедия или еще что-то. Просто есть внутренний порыв к этому, и все. А дальше, и дальше уже просто идет процесс, кто тебя окружает, какие люди как раз ложатся, как эта тема зазвучит в присутствии вот конкретных людей. Только так. На жанры не обращаю внимания. Хотя ставил комедии, трагедии ставил, мелодрамы, драмы. Сейчас чистых жанров в принципе не осталось. И здесь, как вы видите, у меня блюз, жанр блюз. Ну, если вы вот сейчас только со спектакля, вы понимаете, что по-другому и жанр не обозвать этого спектакля. Его можно спеть. Да, его можно станцевать. Но рассказать нет. Вот. И вот, и вот уже агония. Она катается по сцене и кричит три главных слова. Она кричит, кричит, кричит. Ну, я не знаю, можно ли здесь произнести это слово. Вы собираетесь произнести со сцены слова, которые нельзя произнести здесь, мистер Остин? Да, все нормально, Ральф, ты можешь сказать. Скажи, скажи. Ральф, а ты уверен, что публика готова воспринять такие вещи? Да ты что, старик? Да они сдохнут все от счастья. А есть какие-то пьесы, которые вы мечтаете поставить? Конечно. А какие, если не секрет? Я бы с удовольствием Ромео и Джульетту поставил. Мало того, он придумал спектакль. Ну, естественно, Гамлет, Шекспир, Лир. Ну, это те киты, на которых, наверное, хочется себя проверить. Чехова. Вишневый сад и дядю Ваню. Допустим, есть мечта какая-то в каком-то театре конкретном поставить спектакль? Ну, альмаматор, наверное, альмаматор. Я вахтанговец. Ну и, конечно, есть у меня театр, который я люблю. Да я вообще все театры, в которых я работал, я их люблю. Мы, может, ревновать будут. Ну, в Улан-Удэ я бы поставил красивую вещь в том театре, которым я проработал практически 10 лет. Я знаю там... Хотя я давно там не был. Была ли какая-то постановка, которую вы увидели, которая действительно вас поразила? Вот какими-то режиссерскими ходами. Что это за спектакль был? Меня Некрошус в свое время поразил. Я впервые много слышал о творчестве этого режиссера. И вдруг я попадаю к нему на спектакль в Москве по гуголю «Нос». Мне сам... Просто как человек думает, как он творит, просто это я был в восторге. Потом вот сейчас то, что вот Туманис в Вахтанговском театре делает, Евгений Онегин, да, ну это просто не то, что высший пилотаж. Это, конечно... Это красиво. Не просто красиво, а красиво. По-настоящему. У меня есть коллеги, которые друзья, которые красиво ставят. Тот же Олег Перняков, когда я увидел его спектакли. Будучи еще студентом, я стажировался в Томском драматическом театре. Я тоже, я учился у этого человека. Вячеслав Кокорин. Вообще каждый спектакль, который он делал, это было для меня, это было открытие всегда. Сережа Болдырев, наш режиссер Иркутский, который проработал в Академии. Умели ребята красиво работать. И вот... Почему умели? Некоторые еще умеют. Да. Понимаете, когда чувствуешь правду, художественную правду, настоящую правду, тогда подкупает это. Тогда ты перестаешь думать о том, что ты режиссер, что ты работаешь в театре, что это твоя кухня. Когда ты просто вылетаешь вместе с художником в некую историю, в некий мир, который для тебя неизвестен, и в нем начинаешь существовать, жить и получать какую-то радость, настоящую радость творчества вместе с артистами, вместе со зрителями, которые там же. Вот это, конечно, это высший пилотаж. Потому что просто спектакль сочинить, сделать, это еще не самое главное. Самое главное, когда появляется дух в спектакле, когда он живым становится. Потому что вот эта колбаса наша тоже, если не будет у нас вот этого божественного духа, да, это будет просто колбаса. Так же и спектакль. Если в нем есть душа, это живой организм, а если в нем нет, то это конструкция. Вот. И когда начинаешь, когда попадаешь на живой спектакль, поистине живой, тогда все прощаешь, мелкие огрехи, какие-то недочеты, потому что ты живешь вне этого. вне этого. Да, и вот это, наверное, самое сложное, чем нужно научиться. Как проходили репетиции с новым режиссером? Взахлеб. Очень здорово было, интересно. От вечера до утра быстрее бы прошло время, чтобы снова на репетицию. Между репетициями очень хотелось работать. Вся остальная деятельность, которая, кроме работы основной, можно сказать, мешала. Хотелось работать постоянно, правда. Взахлеб. Отлично поработалось, просто прекрасно, потому что он чем-то похож на моего мастера. В академии. У них одна школа была в Московской. Ну, я имею в виду в Москве. Они в Щуке учились вместе по школе Вахтангова. И очень легко, очень свободно с первого появления, когда с первой читки я понял, что мы будем разговаривать просто на каких-то не словами даже, а жестами и понимать друг друга каким-то другим. Ну, и действительно, это так и произошло. Очень, мне очень понравилось. Андрей Иванович, такой вопрос к вам. Вы режиссер. А когда-нибудь хотели стать актером? Может быть, есть какая-то роль, которую вы хотели бы сыграть? Не, ну, почему я? Как бы был артистом. Я играл очень много и плодотворно играл. Я очень хороший артист. Я не лещи себе кидаю. Я просто знаю, что я хороший артист, потому что прошел эту школу. Я играл и на столичных сценах, и на периферии. Первый мой театр был в Смоленске, второй – Кострома, драматический театр, где я был артистом. И именно из Костромы я поступил в Щуку уже на режиссуру. Конечно, пока я был артистом, конечно, хотелось сыграть. Для меня еще, как бы она ни остыла, того же Лира, я могу сыграть. Зилова я уже все перерос маленько. Сейчас много драматургии для возрастных. Ну, я как бы уже давно не смотрю на роли, как на перспективу своей театральной деятельности. Поэтому даже не задумывался. У меня еще с юности, с тех молодых времен, когда хотелось поиграть. Я играл много, хорошо. Я хотел сервантаса сыграть Дом Кихота. Но пока комплекции не позволяет. Дом Кихот все-таки он… Да, но там есть что играть, там есть о чем говорить. Там поднимаются вопросы как раз опять. Те ценности, которые сейчас зашарканы, которые вообще как бы сейчас никому не нужны. Они мешают жить. Ну и последний такой к вам вопрос. Как вы проводите свой выходной? Стараюсь на природе. Как только появляется время, лодка, удочка, нож, путешествия. В театр не хожу однозначно. В выходные. Хватит мне рабочих дней. Да, природа. А у нас же там Байкал. Поэтому сел полчаса, и ты на Байкале. Это совершенно другой мир, совершенно какая-то история. Спасибо большое, Андрей Иванович, с вам за разговор. До свидания. До свидания. С нами в гостях был режиссер спектакля «Эти свободные бабочки» Андрей Штейнер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова